Мурат Токов Я живу в селе Чапаевском. Мне 24 года. Я живу со своими родителями. У меня две старшие сестры. Семья у нас музыкальная. Мама играет на гармошке. Старшие сестры закончили школу класса фортепиано. Угу. 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 Все начиналось с того, что со школы я уже начал выступать на концертах. Я начал выезжать на конкурсы, фестивали. Меня приглашали на разные мероприятия. Я записал первую песню где-то в 14 лет. У меня первая песня была записана в 14 лет. Первый мой выход на сцену был в зале драматического театра города Черкесска в 14 лет с новой песней. А расскажи, пожалуйста, о чем была песня, Мурат? Песня была про любовь. О девушке. Как раз 14-летний подросток. Самое то. Мурат, расскажи, пожалуйста, вот тебе нравилось смотреть на маму, смотреть на сестер, и вот это побудило в тебе, вот, любовь к музыке? Когда я в те годы начинал петь, мои сестры были уже, они закончили школу фортепиано, они подбирали мне музыку, они играли мне на фортепиано, я уже пел с ними, они играли. Прелесть. Расскажи, пожалуйста, а вот сестрички в последующем с тобой выступали или нет? Они со мной не выступали, но в кругу семьи они мне играли, я пел, когда все собираются дома. То есть первые концерты все-таки были домашние, да? Первые концерты, да, у меня были домашние. Моя мама всегда следит за моими песнями, там подсказывает мне, здесь неправильно, здесь правильно, за моим вокалом. После школы я поступил в колледж культуры и искусств имени Астана Алиевича Даурова на вокальное отделение. Мой педагог по вокалу был Шедакова Амина Витальевна. Огромное ей спасибо за большой труд, за то, что сегодня я пою, за то, что я сегодня на сцене, за то, что у меня есть вокальные данные. Все, все она меня научила петь, всему научила, как надо правильно петь, как надо правильно брать дыхание. Огромное ей спасибо. Говорят, когда выбираешь профессию по душе, ни одного дня не приходится работать. Это про мой случай. В данный момент я выпустил свой сольный альбом. Я занимаюсь организацией различных мероприятий и свадебных торжеств. Замечательно, Мурат. 29 марта состоится мой сольный концерт в зале Драматического театра города Черкеска. Дорогие друзья, ждем всех, мы рады всех приветствовать. 29 марта в городе Черкесск на моем сольном концерте. Мурат, все перескочил, все мои вопросы просто. Мурат, подожди, нам интересно, вот ты правильно сказал о том, что когда ты выбираешь себе профессию по душе, то ни дня тебе не приходится работать. Но расскажи, пожалуйста, вот в какой момент ты понял, что твое хобби, оно стоит основной работой? Я понял это тогда, когда еще со школы меня начали отправлять в разные конкурсы, фестивали. И я там, у меня есть первые места. Вот, расскажи нам, пожалуйста, поподробнее о них. Это было в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии. Районную культуру меня приглашали, на фестивали приглашали. Оттуда я понял, что это мое и начал петь. После этого, после школы, я, как же говорил, поступил в колледж культуры и искусств, на вокальное отделение, и вот с этого дня я уже на сцене пою. А о чем твои песни, Мурат? У меня есть песни про родину, про народ, про любовь, про Кавказ есть. А вот скажи, пожалуйста, вот все-таки аудитории твоих слушателей, что больше нравится? И вообще, в принципе, всем людям, вот какие песни они ближе? Я так думаю, что это национальные песни на своем. Я часто записываю песни на своем языке, про родину, про народ наш, про Кавказ записываю, про любовь записываю. И больше всего нравятся национальные песни все, все мои национальные песни. Это мы говорим об аудитории, которая тебя слушает. А вот скажи, пожалуйста, тебе самому какие больше нравятся исполнять? Вот в каком репертуаре любишь работать? Мне больше всего нравятся песни под акапельными, акапельные песни, то есть без музыки. Очень интересно. Мы в конце передачи попросим тебя хотя бы отрывочек нам, хорошо? Конечно. Скажи, пожалуйста, вот теперь мы перешли к твоему сольному концерту. Но ты утаиваешь от наших телезрителей такую информацию, что все-таки первый твой сольный концерт был в твоем родном селе, в селе Чапаевское. Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Это было несколько лет назад. Очень много артистов выступали на моем первом концерте в селе Чапаевском. Огромное всем спасибо, кто пришел, поддержал мой концерт. Ребята мои, друзья, которые пели на концерте. Зрителям тоже огромное спасибо. Были все довольны, рады. Мне тоже в душе стало приятно. Ну, потом у нас были концерты по городу, по другим республикам, выезжали в другие республики. А как принимают в других республиках, Мурат? Ну, принимают тоже очень тепло, очень хороший прием. Тоже нравится выступать в соседних республиках. Ну, и теперь давай поговорим уже о твоем сольном концерте. Получается, это первый будет в городе Черкесский именно, да? Да, это первый мой сольный концерт в городе Черкесский. Да, в драмтеатре. Мурат, расскажи, пожалуйста, вот анонсируй чуть-чуть программу концерта. Что будет ждать зрителя, который придет к тебе на концерт 29 числа, 18.00? Будут выступать артисты из Кабардино-Балкарии, из Карачаева-Черкесии. Мы будем рады, ну, подавать песню с душой, как бы. Хотим, чтобы все были рады, чтобы были все в восторге от концерта. Хотим, чтобы концерт был хорошим концертом и все были довольны. Мурат, ну и наша беседа подходит к концу, поэтому очень не хочется тебя отпускать без исполнения какого-нибудь кусочка из твоей песни. Песня называется «Ючо-зэн». Песня называется «Ючо-зэн». Песня называется «Ючо-зэн». Спасибо большое. Дорогие друзья, обожаю свою работу за то, что меня посещают такие творческие люди. Мурат, а что бы в конце беседы ты пожелал нашим дорогим телезрителям? Счастья, мира, добра, всего самого светлого, наилучшего, мирного неба над головой всем. И, конечно же, хочу всех пригласить на свой сольный концерт 29 марта в Драматическом театре города Черкесска. Ждем всех, будем рады всех приветствовать на моем сольном концерте. Спасибо большое. Ну а мы с вами, друзья, продолжаем эфир.